У каждого человека есть место, где он вырос и жил. Есть воспоминания о родном крае. Но как бы далеко не уехал от родного дома и сколько бы времени не прошло, воспоминания о родных местах навсегда сохраняются в памяти человека. И сегодня гость нашей программы – народная и заслуженная артистка Карачаева Черкесии Марина Соболева. Хоть она и переехала в столицу нашей родины, но никогда не забывает о своей малой родине и свой отпуск проводит именно здесь, в Карачаевой Черкесии. Слово Светлане Шагановой. Доброе утро, уважаемые телезрители. С удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, заслуженную артистку Карачаева Черкесии Марину Соболеву. Доброе утро, Марина. Народную артистку Карачаева Черкесии. Ну надо же, забыла, подзабыла. Марин, ну я вот представила нашу гостью. Ну как-то тебя назвать гостей, ну не совсем гостья, ты приехала домой, на свою родину. Это точно. Марина, скажи, пожалуйста, вот все же что стало причиной твоего переезда в столицу? Может быть ты хотела как-то... Никогда такой вопрос мне не задавали. Ну вот сегодня такой от меня вопрос, такой каверзный, да. Ну на мой взгляд, наверное, многие творческие люди хотят, наверное, больше реализовать свои способности. На удивление, Светлана, совершенно не так было. Я уже достигла всего, чего я хотела здесь, получается. Мне казалось, что я самая высокооплачиваемая певица. Все у меня хорошо, такие заработки. И что еще не хватает для жизни? Заработки в Карачаево Черкесии? Да, да, все хорошо. Все меня уже знают. Я тогда заслуженной артисткой была, когда уехала 17 лет назад. И все было прекрасно. Но тут я повстречала принца своего любимого. И из-за него именно я и решила уехать. А так бы никогда не бросила свою любимую вот эту родину, которую аж дрожу от счастья, когда вижу наши национальные танцы, сама пою национальные песни. И там я считала, что вообще смысл жизни – это любовь. Ну, уехала, а по любви-то у меня не получилось на самом деле. Вот в чем дело. Ну, кстати, девушки же… Все девушки, можно сказать, практически все мечтают об этом. Принцы, да, еще на белом коне. Ну, я не знаю, твой был на коне, либо не на коне. Был на коне вроде бы, все так замечательно. Я все сумки свои собрала, одеяло, подушки. Ну, это я так образно говорю, с большими сумками приехала в Москву. Ну, и думаю, замуж выйду. Это секретная информация называется, которую я сейчас озвучиваю, как передача на миллион. Вот. И что, приезжаю, он, этот мужчина, попросил руки у моих родителей. Все, чин-чином приезжаю. Недолго я радовалась. Он мне говорит, я раздваиваюсь. Я думаю, как это, раздваиваюсь? Ну, в общем, оказалось, что у него жена была. Представляете? Это кошмар. А такой представительный, да, обычный сценарий. Да, да, да. И в итоге, я так подумала, да, вернуться, это значит, скажут, ага, у Соболевой ничего не получилось там, она поэтому вернулась. Я решила остаться. Ну, сейчас я, в принципе, довольна тем, что осталось, из-за того, что у меня появилось очень много друзей, репертуар обогатился. Сейчас уже, кстати, пандемия мне помогла в том, чтобы я пела академической манерой, которую я обычно от себя отторгала. А теперь мне нравится, я ее компоную с эстрадной манерой. И осовремениваю вот эти произведения аранжировкой. И, естественно, исполнение немножко меняется. Так что интересно мне там жить. У меня очень насыщенная жизнь. Каждый день я могу куда-либо пойти, но себя оберегаю для того, чтобы не перегореть, а то слишком много культпоходов тоже дают не очень хорошие плоды. Надо же заниматься голосом. Вы извините, что я сейчас осипшая. Вот я приехала, очевидно, акклиматизация, и даже голос потеряла. Марин, ну вот ты все же не опустила рук в столице. Вот многие творческие люди, певцы уезжают с надеждой в Москву, да. Но потом все же возвращаются, и такой осадок у них, что вот ничего не вышло, ничего не получилось. Все-таки ты как-то, наверное, шла на пролом, да. Вот добивалась своей цели и осталась там. Не каждый может остаться в Москве, потому что действительно тяжело. Для тех, которые люди приезжают, это вообще все новое. Во-первых, я на квартире сначала жила, имея здесь частный дом и квартиру трехкомнатную. И представляете, мне психологически, конечно, было тяжело, чтобы какому-то там дяде или тете платить. Но зато в каких я в разных местах жила, все уголочки Москвы, получается, изучила. Тоже есть своя прелесть, да, и знакомства новые. Да, эту тяжесть я как бы даже и не замечала из-за того, что было все интересно. Но тяжело было в том, что я скучала по нашей родине, по нашему климату. Вообще невозможно скучаешь. Да, в Москве-то солнца нет. Ой, это просто трагедия, если честно. И по родителям скучала. Поэтому я каждые два-три месяца вынуждена была сюда ездить. И у меня ощущение было, что я, в принципе, там не живу. Единственное, когда я забрала маму, она очень сильно болела, туда, в Москву, и вот около четырех лет я вынуждена была от нее вообще не отходить. Практически каждая минута была под контролем всегда. И я не смогла выбраться за эти четыре года сюда, в Карачаево-Черкесию. Но в прошлом году я уже приезжала. И в этом году тоже. Ну, к сожалению, мама просто уже ушла из жизни. Ну, каждый отпуск ты проводишь на родине, да? Вот как и в этом году приехала в Карачаево-Черкесию отдыхать. Да я уже не могу без этого, что вы. Все равно родина тянет. Хоть мне, наверное, придется дом продать, и вот на набережной улицы. Кстати, я маму перевозила с набережной на набережную, она так радовалась. Я там квартиру купила двухкомнатную, правда. Была трехкомнатная. Ну, ладно. В общем, она радовалась, что она именно туда переехала. У нас красивые места. Клязьминское водохранилище рядом. Я на колясочке ее возила каждый день гулять. Марина, давай вернемся к твоему творчеству. Наверное, вот это новый этап был в твоей жизни, да? Наверное, новая страница в Москве. Но я вот заметила, что ты все-таки не забыла о своей профессии, да? Все-таки ты педагог. Да. И сейчас, да, и сейчас именно работаешь с детками. Расскажи. Детки у меня действительно замечательные, разновозрастные. Ну, как? Значит, с первого по четвертый класс у меня младшая группа. И называется она «Веселые ребята». Ну, действительно, ребятки веселые. Ну, и седьмого по одиннадцатый класс тоже старшая группа «Патриоты». Это я так сама назвала, когда меня спросили в школе, общеобразовательной школе, не музыкальной. Как назовете свои группы? У меня как-то вот эти названия сразу возникли, и уже восемь лет. Занимаешься с детьми? Занимаюсь с вокалом, занимаюсь с ними, музыку преподаю с первого по седьмой класс. Обычную музыку в общеобразовательной школе. Раньше это было пение, да? Пение называли, да. Но сейчас же мы не только поем, а очень-очень много различных тем, уроки интересные. Ребятам нравится. Я их люблю очень, этих ребят. Всех-всех-всех люблю. И когда прихожу, они мне воодушевление на весь день дают. Сразу кричат «Марина Александровна!» Коридор такой длинный. Они бегут, как бы. Ой, ну прелесть. Ну, конечно же, не только им уделяю внимание, а себе тоже. У меня настолько богатый репертуар разноплановый. Сейчас вот у меня около 50 песен запланировано, чтобы я записала. И народные, и какие-то восточного плана. Эстрадно-народные, попсово-народные. Ну, естественно, академические тоже, получается, я компоную и народные, и эстрадные, и академические. В одной песне. Ну, вот так. Микс такой, да? Да, ну, просто называется скучно жить, если все однообразно будет. Если я это могу, почему не сделать? Марина, ну, помимо педагогической деятельности, ты, как бы, выступаешь на разных концертных площадках Москвы. Да, и представляю нашу любимую республику, Карачаево-Черкесию. Мы заметили по твоей странице в Инстаграм, да, и ты. Вот мне нравится, что ты вот находишься в Москве и поешь песни о нашей родной Карачаево-Черкесии. Так приятно. Да, спасибо. Я стараюсь, очень стараюсь, потому что, ну, любовь, любовь к своей малой родине, это неотъемлемая моя частичка, моей души. И поэтому зрителям желаю здоровья, хорошего настроения, чтобы вы счастливы были в личной жизни, чтобы я всегда видела ваши радостные лица. Спасибо, Мариночка. Ты знаешь же, вот говорят, слово лечит, наверное, и слово лечит, и песня лечит. Вот пусть твои песни только радуют людей. Я говорю, собирайте счастье, собирайте, как цветы, из рассветов этих ясных и закатов золотых. Собирайте счастье, как цветы, посмотрите, сколько его много. Да, просто улыбайтесь чаще вы, и забудет к вам печаль дорогу. Просто улыбайтесь чаще вы, и забудет к вам печаль дорогу. Спасибо, Марин. Да, действительно, нужно чаще улыбаться, дарить людям радость, дарить позитив. Вот знаешь, от тебя просто вот веет этим позитивом. Ты сегодня вот нас так одарила, и мы заряд бодрости получили на весь день. Уважаемые телезрители, ну а мы с Мариной желаем вам, конечно, конечно, улыбаться. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего вам самого наилучшего. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok